привет дорогие подписчики и зрители наших каналов с вами снова артем артур привет да мы находимся в новом три страми последней серии мы сломали рога королю лиорику ему понравилось после маргала и выкололи конечно да нашли упавшую звезду в кратере лежал непонятный мужчина который ничего не помнит и мы его отправили декарду каину сейчас мы узнаем что что нам они скажут так тут какое-то письмецо я нашел смотри прежде чем туда идти вот в этом шкатулочки можно для хедрига это же от жены я так понимаю который мы убили ну да я не могу описать словами то счастье что мне довелось испытать с тобой но мы бесплатно спасение проживали бы ты должен быть сильным там и учитал что он кончится злом нахлынувшим на наш мир ему плевать по моему как от нее сбавился магазинчик новая шутки жутся шевкорчика человеческих хмм не будет поговорить семейки своей автоники такое можно сюда что складывать вот грибочек сюда положил кстати грибок ничего интересного я саму да ладно вакеев там не что не было вещи которому будут поставить прям чтоб жалко будет терять давай ты разговаривай декарт я нашел там где упала звезда ни один человек не пережил бы такого падения кто ты что ты за существо кажется я воин я нес ужасные вести но не могу вспомнить какие твоего известия может зависеть выживем мы в надвигающейся катастрофе или погибнем да еще задание выполнено еще раз что с ним расскажи мне что ты помнишь не знаю постарайся ничего не упустить падение огонь меч наполненный огромной силой он был частью меня когда я падал он сломался я видел как три обломка устремились к земле нам совершенно необходимо их найти я уверен что если мы восстановим меч память к тебе вернется козлоногие в полях словно с ума посходили может ли это как-то быть связано с обломком меча ну конечно после падения звезды из могил начали подниматься мертвые обломки меча стали причиной бешенства хазра козлоногие мне не страшны я верну меч тебя очень страшно мне страшно то что мы уже три минуты никого не убиваем заметь как туда что-то непорядок я с ума сойду уже град глаза кровью налились козлоногие козлоногие там местные пацанчики у него новинки для меня есть говно твои новинки я хочу поскущаем говно ваши новинки козлоногие какую сторону хоть идем теперь туда же наверно на выход у нас вообще две карты верни на карте две отметки одна внизу одну наверху а ну ка а так нам надо через спорта а то было пройти ну ладно невможен так товарищ из портал ну просто так здесь придется 5 через все локации видимо проходить хотя херозная так чуть так куда не туда зашел в руках проездовой бегу сша шпаком паромщик я убью тебя лодочник так ладно ох нифига но так карликом был теперь стал заикающим сикарликом сопьется на фиксы такого 1 вообще некомфортно себя чувствуя это сзади бежишь шпаком партнер здорового суда ровной краской плотный мужик лакбища проклятых я так понимаю кладбище в этом году судье по карте так есть у меня как в то что закрыты хотя бы почему это у нас потому что на раз выкинула тогда. А, ну мы играли на моей сессии, ты ко мне присоединился, а теперь мы к тебе присоединились. Наверное. Играем на твоей, поэтому у меня все закрыто, видимо. Ну, народ-то все равно весь умер, так что какая проблема-то? Ну да, в принципе. Дождик пошел. Это круто. Гиблые поля, найти в гиблых полях. Дождик теперь меня напоминает о втором, Диабло, там первая локация, там, постоянно дождь шел. А я не помню первую локацию. Я помню, там, что он может. Ох ты, это, это твой, твой. Какой, не види. Ха, лям, тут. Не понял даже, как это произошло. А вот к вам хочется бежать. Перелет. Ха, 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 ха. Тезамаги какие-то, я их представлял себе, как в этом Титан Квест была же игра. Там эти были какие-то сатиры, что ли? Не играл. Я тоже не играл. Я иду. Титан Квест, это, по-моему, Клон Диабло, да? Да, один в один. Так же, как и Сакрады, всякие, все остальное. Фига, я тут замуровали демоны. Да, стены какие-то строят непонятные. Смеш, просто ударили. Ну. Так. Счастливые кожаные штаны сосредоточенности. Счастливые, да. Ну как, я хочу счастливые штаны. Блин, они не такие счастливые, как мои. Как казалось, да. О, недружелюбный колчан. Интересно, что бы это значило. Ха-ха-ха. Прикольно. Сзади подпертыш какой-то лес. О-о-о. Сколько у вас тут? Смертничков. Нормный прыгун. Ладно, вроде сего умерли. Тебя даже порвать смогли. Да, есть такое. Многое изделие. Здоровье. А ты сядешь так? А я и тебя могу лечить, если в радиусе находишься. А, то есть на площади работаешь, да? Да-да-да. Так, надо бы как-то дороги что-то придерживаться надо бы. Оп, если что, тут у нас есть портал. Тут есть дорога? Ну да, кровейщик. Ага. А, ну да. Так, на портал не нужно забегать, чтобы он активизировался? Нет, я просто уже забежал в него. Нужно вообще. Вообще нужно. Так, куча костей. Круто. Сломанная куча костей. А, ну да. Опа. Нифига себе. Вот это бабай. Он твой. Это бабаян. Так, мне кажется, когда он умирает, надо петлять оттуда. Потому что когда жижа кислотного цвета, напоминающая, не знаю, 7-Up, который мы пили в детстве. Который так же пагубно действовал. Первый, я его и сейчас пью. На текстах комиксов. Ну, тут вообще как-то, блин, миролюбиво так речка течет. Да. Скайрим напоминает. Да, даже музыка похожа. Сейчас как-нибудь фуссарада, как выскочит. Вот. Ого, вот она. Смотрю, сколько он ее снес. Сейчас, подожди. Ну ладно, ладно, идешь. Помаленьку. Сломал. Полностью. Чуть загорелся. То есть недостаточно было просто убить, что ли спалили на другая листья от его туловища. Мертвым. Как обычно, мы держим все дороги. Ну да, да. Семен Баба иди. Как там? Пристрамовские мужики. Настолько суровое, что не они держатся дороги, а дорога держится и да. Вот, козлы. На козел. Отпущение. Он даже заблеял так жалобно. Да, да. Печально. Так, двуручник. Кобильный его даже этот. Козлом завершен не обидеться. Да, да, да. Песня, копьете, смотри, понравилось. Давно уже не отпускаешь его. Да, хам просто ничего лучше, пока не выпадало. Так, есть двуручник 14,9. Урон от сил света. Надо, нет. Да, нет. Отлично. Погнали, да. А, ну да, да, да. Может, вот, конечно, побыстрее. Там еще на удар в секунду нас смотрят. А, ну вот. Не исключено. Нужно время. Стопер 15. У меня так понимаю, что эта штука, это идеальные средства вступления, вот так. Ну, или наступление, в нашем случае. Ра, она заживая. А что это такое он вырисовал? А, это понятно. Ага. А что она дает? Наступил. Чтоб проверить. Ну, зато теперь будем знать. О, нифига, он выскочил. Нифига, он улетел. Так, а это что у нас такое? Это отсюда мы пришли или нет? Наверное, обломок меча. О, мы тут не в этом логово. Как-то совершенно случайно нашли именно то, что искали. Ну, судьба сложилась. Посмотри по карте, какой мы круган сделали. Такой вопросительный знак. Ничего себе. Да, действительно, на вопросительный знак похоже. Вот, вот, красиво. Да, конечно, круто. Какое-то адское такое напоминает утопию. Че, у тебя по голове ударил, нет? К сожалению, нет. Блин, тут... Это что, линии электропередач? Не дашь. Интернет. Интернет. Тут женщина какая-то была. Она умерла. Да. Не успели познакомиться. А, так она тут не одна. Уже одна. Добавляем сядусь. Так, десятый. Круто, на десятый у нас. Копье древних. А как тут, ага, вижу. Опыт на уровне, что я еще не докачался до десятых. Собак. Да, у тебя тут еще... Петлятика рубляти. Ну, да, еще пару тысяч убийств. Ну, в принципе, дело двух минут. Так, туда. Так. Буду накладывать эффект кровотечения. Нет, лучше оставлю это. Для таких пейзажеки прикольные. Вообще, мне так нравится, как сделали эту локацию. Такая кровавая, красная. Еще всякие там. Висят черепа, кости, трупы. Круто. Мрачно. Да, да, да. Убить его! Подходят такие. Агрессивные. Знакомиться чисто. Ага. Улетают спокойные. Так, и тут кто-то свет включил. Обломок меча. Убить сектантов, сторожащих. Блин, и долет. Надо скорее завершить ритуал. Вот, вот, приду. Такой ритуал. Он уже начал припрощаться. Какой ритуал. Три часа ночи. Трофейный кожаный жакет колючек. По какому праву ты собираешься отобрать мой меч? Че? Я должен вернуть его хозяину. За фея голубая. А я уже заявила на него свои права. Я Магда. Предводительница темного культа. По-моему, она нам дерзит. Асколок принадлежит мне. Бей бабу. Пои. Ну хорошо. Тогда поиграем. А че бить-то ее? Ну, не пришло еще ее время. Она в виде голограммы с ней общалась. Вот. Ты храбро сражаешься. Но еще одного обломка тебе не видать. Казалось бы, да. Он упал туда, где могут ступать лишь древние. Пошла вон. Корова. Так, я забираю обломок. Пошла вон, корова. Ну, Гарасим, че там. Ну, да, да. Уитупик. Там, наверное. Да, и мертвый, и без ничего лежит. Интересно, они его шифровали. Без трусов. Так, а тут у нас... Ой, ладно, я уже цел поэту. Одному страшно. Нет, тут у нас выход. Там было что-то, с той стороны. Там что-то было, да. Да, да, идем туда. Так, сейчас двое золотых возьму. А то будет. Как же я взял это. Добро не пропадать. Нужно брать его и выпивать. Так, ну тут тоже... А то я полон флегмы. Кстати, флегматик, это что такое? Это что такое? Спокойно такое, да. Ну, вот флегма, может, как-то с этим связана. Я не уверен. О, флегма, это самое, и все спокойно. Как слон. Ладно, переходим. Вы че? А тут уже рассвет наступил, мне кажется. Так, ну мы пришли куда надо. Теперь на месте обломок, обломок обратно. Ну я вот так умею так. Ну так и я умею. Сенсей. Отлично. Тут до телепорта было недалеко. Ну да, ладно. В наше время в лучшем такси не ездить. Да, в наше время. Кое-что особенное. Блин, я выкинул вещь, который лучше моей было. Ну, вам ненамного. Ну, сейчас я буду именно опытная набирать адовыми темпами. Плюс 3 единицы опыта при убийстве. Нифига себе. У тебя там счетного появилось, что? А, во, у меня тоже. Это какой-то перчаточки. Трофейные кожаные перчатки. Ну вот этот вот меч, который ты мне нашел, он получше. Так, ремонт. Тут ремонту пока. Нечего ремонтировать. Он вообще не ломается тут, наверное, ничего. Я опять все деньги в этого вкачаю. Аналогично. Потому что я не знаю, что мне это дает. Это, я думаю, железное. А, блин, за 2000 просят, а у меня 1700 только. Так, ну отлично, это четвертый. Придется что-то продать. Почку там, да. Главный смысл понять бы, да? Целительный воинский пояс у меня есть. Я его еще не продал. Может тебе подойдет? О, как раз для варвара. 28 броня. Дополнительно восполняет 48 единиц здоровья. Ну давай. А то у меня как бы ты отстой на 10. Отстой на 10. Звучит. Иди к Декарту подойди. Твой же тесть. Почему сразу тесть? Просто он тоже лысый. Дядя Декарт, не теле респектанты, о которых ты мне рассказывал. Это я старости, кстати. Ты внимательно меня слушала. Помнишь ли ты что-нибудь о них не знакомиться? Честно, нет. Я ничего не... А, это он не у меня спрашивает. Но чувствую, что за ней стоит великое зло. Ништячок. Задание выполнено. 210 баксов дали. Теперь надо поговорить с Леей. Вообще надо бы еще сходить там к целителю. Что-то здоровье. Я не знаю. Где искать следующий обломок. Но ее слова загадка для меня. Она сказала, что обломок упал туда, где могут ступать лишь древние. Думаю, речь идет о затопленном храме в гниющем лесу. Я помню, дядя, ты как-то рассказывал мне о нем. Совершенно верно, Лия. Этот храм был выстроен нефалемами. Лия, твои знания могут оказаться бесценными. Ты должна помочь нашему другу достать обломок меча. Мифолены. Это древние люди, обладавшие невероятной силой. Легенда гласит, что когда-то они сражались в великой битве рядом с храмом. И бесплотные тени ее участников до сих пор бьются друг с другом. Так, в общем, что-то там не досказала она. Легенда гласит, что когда-то они сражались в великой битве рядом с храмом. И бесплотные тени ее участников до сих пор бьются друг с другом. Ну, я просто мысли ее прочитал. Так, нам через портал, видимо, куда-то она нас поведет, что ли. А что вот это за чел стоит? Храмовник какой-то. Это тот, которого мы спасли. Это можем, наверное, брать его с собой. Нанять. Но у нас денег, наверное, нифига не хватит. Какие-то мы нищие. А, предприниматель, играйте совместно с другим героем, вы не можете приглашать спутник. А, ну ладно. Ладно, тогда начком нужен. Предметы для спутников. А, предметы еще можно дать сейчас. Сейчас не хочется наметить еще и предметы ему давать. Штык. Так, видишь, да? Лиза находит. Угу. Поменяла она, что-то свое мнение. Так, я что-то туда пришел. Нет. Да, видимо, сюда. Так, нам вгиблые поля, да? Так, точно. Нифига, ты ее чуть не задавил. Я последний пылес, хотя раньше ее зашел. Ну, она маленькая, видимо, проще телепортировать. Я просто не пролез. Да, там повеса, видимо. Там мне тоже сокрыты могущественные силы. Только вот я их не контролирую. Да, я полон флегна. Да, можно. Могущественные. Когда мне угрожала смертельная опасность, во мне как будто что-то пробуждалось. Не могу этого объяснить. Вообще, как-то странно это смотрится. Два каких-то мужика, одна баба в зале года, деревца акустика. Чтобы это значило. Ты нормально все. Так, вон, козлы пошли. Я козлы. Ого. Нужно еще время. Никакой, мой тайм. Он еще, как-то, блин, как-то, я буглин и тело остались. Как эти сводки откуда-нибудь там, из Вьетнама. Пусться на полную бомбардировки. Жертва была аккуратно сложена. Бардачок скорой помощи пополам. Да. В тряпочке. Да-да-да. Так, тут я еще не был. Ну да. Тут мы еще не находили. Мы уже почти. Ого, ого. По-моему, тебе не рад. Я думаю, да. На цветочки не наступай, главное. О, мне какое-то колечко вы полетели. Ой-ой-ой. Она щипается. Так. Украденный мешок. Дневник негодяя. Ну-ка, ну-ка. О, бегло. Ага. После долгих поисков я, наконец, нащупал верную нить. Рядом с новым Тристрамом живет семейство, которому досталось ценное реликвие. Эти простаки даже не знают, что с ней делать. Зато я знаю, что делать с их дочерью, чтобы заполучить это сокровище. Так, тут какие-то приколюхи открыли. Легкий шаг. Скорость передвижения привычки повышается. И, наверное, все-таки возьму решимость. Что такое решимость? Решимость это... Нанося урон противнику, монах уменьшает наносимые цели и урон на 25% на 2,5%. Я ничего не понял, если честно. Ну ладно. Хорошо. Не, ну просто у тебя обычное название, там, крадущийся тигр, там, смертельная пятка смерти. А тут решимость. Решимость. Ну, решимость это, понимаешь, в области философии что-то. Так, мы пришли. Эй, на помощь, они убьют мою подружку. Это он про нас? Ну, не знаю. Убьют мою подружку, если мы им не помешаем, развяжи веревки и помоги мне. Чего им нужно твоей подруге? Ее зовут Саша, она дочка Ферра. Саша Грей? Она, по-моему, не против, будет. Она, по-моему, не против, будет. Насколько я знаю, она, окончила свою карьеру. Ничего я вам не скажу. Такую спустите девушку. Это ее вещь. Днозначно. Это все, что несет этот прохвост. Вам же хуже. Тогда объем обоих. Ага, что убивать? Убивать их уже. Чисто не хочет, улетел. Хорошо не рассчитывая, я не могу понять. Это ты их так раскидал? Не знаю. Теперь собираю их по карте. А ну да, их же надо допросить. И от нас не уйти. Ставим бояться. Вернись, я все прощаю. Да что ты, блин, мне мешаешь. А, это девушка? Это Илья. Я все на нее целюсь. Нифига себе. Это еще не конец. Илья воров из-под земли тебя достанет. Где-то я слышал эту историю. Пойду с Сашей поздоровусь. А, давай. Спроси, как там на пенсии живется. Книги пишут. Мемуары, наверное. И тут он достает свою... Ладно, все, проехали. Да-да-да. Вот религия, любовь моя. Я ее святала, как ты и просил. Отец что-то подозревает. Но все это будет уже не важно, когда мы поженимся. Осталось совсем недолго, правда? Конечно, милая. Скоро мы поженимся, будем возделывать поля и нарожаем сопли... То есть прекрасных детей. Но сперва мне надо продать эту реликвию. Для этого нам с моим другом придется кое-куда съездить. Ты хочешь пойти со мной? Конечно. Похоже, ты отлично знаешь рынок. Идем, скорее. Мы же находили его дневник. Где он там сказал, что всех кинет. Это реликвия-подделка. И как я раньше не догадался. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Похоже, тебе не помешал бы помощник. А мне как раз надоело тут торчать. Бля, тут Арава собралась уже. Так. Чему нужно? Или он просто с нами держится? Ну, его надо каким-то вратам там отвезти. Я думаю, он нас скоро кинет. Я думаю, да. Так, он больше вроде ничего. Так, деньги собрал. Или заведет куда-нибудь. Типа в гиблые поля или еще куда. Все задачи выполнены. Да, да. Ты словно все. Гиблые места. Вот, затопленный храм нам и нужно. А как же твоя невеста? Невеста. Я что, похоже на пример, что же ушел. Мина, кстати, меня зовут Линдон. Так, он, короче, к нам отправился в новый тресторан, наверное, и там вот уже можно будет нанять как и того храмовника. То есть начало, что нам нужно. Вон там что-то новое. Признаться, меня пугает, что говорится в книгах об Аларике и этом храме. Ну, там светится. Аларик. Пугает. Пугает не получается. Ты и должно быть Аларик, вечный страж. Дядя Тикар говорил мне, что ты охраняешь это проклятое место. Но я думала, это просто сказки. Ты не Фалем? Не Фалемы исчезли тысячу лет назад. Ха, это выдумки. Ты хочешь войти в наш храм, но это дозволено лишь Не Фалемом. Здесь неподалеку есть гробницы. Если ты найдешь там ключи и откроешь имя, брата, то мы увидим, кто ты на самом деле. Следуйте за мной. То есть, я бы днему для вас мост. Она какой-то не Фалем может еще и оказаться непонятной. Как бы ищи в лесах две гробницы. Последнее пристанище воинов и склеп древних. Там ты найдешь ключи от нашего священного храма. Ништячок. Короче говоря, если она кем-то еще окажется. Запросто. Такой рояль в кустах. Сюжетный ход. Ну, не зря же она говорила, что она там не контролирует свои способности. Видимо, что-то это дозначит. Ну, ладно. Гиблые места, да, какие-то? Да. Такие деревья неприятные. Найдите в гниющем лесу светочной одежды. Ну, то есть, одушевляет. Светоч славы и светочной одежды. Находится в склепе древних. И еще там где-то. О! О! О, бай! Бурдалаки! Бейте его крови! О, там кто-то нехороший. Большой. Большой и маленький. Чем больше... Чем громче падает. Ну, вот и затишье. Так, новая запись. Про ордалаков. Бурдалаки сильнее обычных восставших мертвецов. Но источник их силы поистине ужатен. Они питаются человеческими останками. Эти создания представляют меньшую опасность. Че у нас по карте? Но не стоит тревожить их за этим занятием. Иначе их зубы вопьют же вашу плоть. А, я думаю, это просто... Ну, все-таки их не достать. Пока. Я просто попробовал. Отлично. Ну, видимо, просто какие-то скриптовые там. Хотя сейчас в спину как вопьются. Как обычно. Чем-то Декарт называл этих летающих тварей, крылатой смертью. Ничего-ничего. Давай. Готово. Во, пришли куда-то. Ага. А, блин, спуск. Ну, ладно. Вследний пристан. Ну, как раз одна из тех, походу, гробниц, которые нам нужны. Так, вот. Прикольно. Каверна такая. Угу. Оп, дневничок. Где-то их нахуй, что я вечно пропускаю. Все трупы подряд обшаривают. Я говорю, что наши люди способны выжить в предстоящей битве. Но я прочитал нашу судьбу в его глазах. Зачем он повелел мне охранять светоч надежды? Ковыряющие твари истребляют моих собратьев в окрестных лесах. А я ничем не могу им помочь. Вот, а клянь там на заднем фоне такие прикольные. Как, я не знаю, что это шахта, что ли. Знаю, все умрут. В итоге. Кто бы там был. Еще один здоровый скелет. Еще один, а уже был такой, что ли? Да, мы когда-то встречали. Я там просто мультфишеник, я не заметил. Ух, ты посмотри. Мрачна. 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 Мрачна и звучит, какая-нибудь чернуха или типа того. Умирать. О-о-о. Что-то там клеишься девушку. Не знаю. Интересно ему стало. Интересно ему было, что он услышал вообще. Просто соглашается и с ним. Так вот. То есть ничего важного для себя он не упустил. Я выходил. Так, выживая. Дальше. Глянь, глянь, тут локация. Нифига. По карте. Да, нормально. Ну, я хотел просто это сделать. Читает. Зачем, зачем ты это сделал? Потому что могу, да? Ох ты, смотри, там была хрень. Чем надо не уйдет. Было. Было. Хорош. Кто-то умер. Тут то же самое, смотрю. Ну да. Тупичок. Такой прикольный дизайн у этих деревьев. Они все такие корявые, такие. Да, да, да. Зогнутые все. То есть явно не слишком условия были. Их там. Я слышу. Блин, куда он делся? Мы отнимем. Даже договорить не успел. Ха-ха-ха. Во, во. Нужно еще время. Не отступай! Дальше они не пройдут! Это кто кричал? Гендальф, наверное. Слова его. Да кто там меня задедлен ковыряет? Это так низко. Так, последний видимо. Сломался. Ах, нравится. Что пулечка так прикольно разлетается? Тут подлечил себя. Да можно. Блин, сам прикольненько. По частям они улетают. Не, мне больше всего нравится. Живой противника убьешь. Труп остается около тебя. Ах, да все. Улетает. Да, это прикольно тоже. Во. Еще один. Билетон. Мы уже пришли, по ходу, по второму месту. Ладно. Я какой-то древорубный топор взял. Ну так, чтобы не сильно заморачиваться. Одна единица урона в секунду. На моем мече одна двенадцать. Так, зато нарочки козырные. Ой, как колечко нашел. А мне что-то на колечко не везет. А мне вот одно попалось за всю игру. Офигеть. Везет. Так. Что там типа искалися? Ага. Пошли. Ну, он тут покрышки лежит. Ха-ха. Ха-ха. Автомобильная. Ха-ха. Да. Думаю, что он тут делает. Ха-ха. Да, совсем как без держач такой. Демонический стоит. Ха-ха. Ли, это неплохо помогает так. Да, оказывается. Надо отойти. Призыватели убить. А, что-то много как-то. Да, ля, не расплодилось. Вот еще один. Ах. Все сломались. Что-то там внизу делаешь. А тут вообще... Облава. О-о-о. Что-то тут полно. Да, пишите. О-о-о. Меня зажали. Всех убил. Один остался. Там что-то. Ох, ты что с него? Достижение бойня. Поновопадало. Дневник расхитителя гробниц. Томбрайдер получается. Наверное. Мы были уверены, что сумеем обойти все ловушки, расставленные древними против расхитителей гробниц. Но тела моих погибших друзей доказывают, как сильно мы ошибались. Мой конец тоже не за горами. Нас погубила собственная жадность. Я бы не стал лезть в такие гробницы. Даже из жажды наживы. Дали маску Вуду. К сожалению, я не колдун, чтобы ее носить. А, ну да. Так, а мы тут не нашли то, что нам нужно. Это дальше. Да, это в другую сторону, видимо. Зачем я его использовал? Чтобы было. Ну да. Добру не пропадать. Может, мы не вернемся сюда. Кто знает. Нужно время. Так, а вон оно там уже. Ага. Так, вот этого мочить надо. Козла. Все. Замочили. В сортире. Золотишко. Так, все, беру я эту штуку. Так, возвратить. Водрузить светочину на пьедестал. А где он пьедестал, интересно? Не знаю, где-то недалеко. Теперь все иначе. Может быть. Обычно золото валяется. Небрежно. Промускаем. Вот у меня здоровый кабанищик все-таки. Блин, ты что, я точно в двери не попадаю? Потому что он, ты только что сказал. Так, удар. Так, а вот нам указатель надо идти нужно. О, тут, в принципе, не так уж и далеко. Ты нормально. Так, тихо, я забыл. Вот. Чешо. Ну да, у всех свои недостатки. Слабости. Тут уже сиколон сломанное. О, тихо. Чешо, все. Нифига себе, я думал, что кто-то... Сверху, там просто меня окружение раздражает. Десантировался, думаю. А, ну мы к этому сейчас вернемся назад, все правильно. Так, сюда одну ставим, а ты ставь, а вторую там. Я не могу. А, вот поставил. Хорошо. Так, ну что, давай уже в следующей серии пообщаемся с ним. А, ну, кстати, да, давай. В следующей серии пообщаемся с ним, да пойдем туда, вот в эту пасть затопленного храма. Мне кажется, это будет офигенно, потому что храм-то затопленный. А холангов нету. Я чуть-чуть тогда говорю, набрать. Ну, ладно, Лию первые пустим. Так уж и быть. Ладно, увидимся в следующей серии. Пока-пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok